Одними из важных вопросов, по которым остаются разночтение и несогласованность, остается информация о потребностях и количестве временных переселенцев. Несмотря на то, что одесситы активно помогают согражданам, временно переехавшим из зоны проведения АТО, существует постоянный дефицит предметов первой необходимости и средств личной гигиены. Было бы очень правильным, что если бы у нас взаимоотношение было очень координационное, чтобы люди-одесситы, которые могли или желали помочь, они четко имели информацию. Недавно, буквально несколько недель назад, открылся центр, координационный медиа-центр, который тоже пытается как-то так развить эту тему. С 5 мая в департаменте соцзащиты Одесской областной госадминистрации работает информационный центр помощи временным переселенцам. За 4 месяца его услугами уже воспользовались тысячи украинцев с Донецкой и Луганской областей, а также с территории Автономной республики Крым. «Намечникова 102 на сегодняшний момент тоже предоставляют услуги юридические, психологические, информационные». В числе прочих в Одесский регион временно переехали более 1400 человек с особыми потребностями и их членов семей. 470 человек-инвалидов, среди которых 76 детей с особыми потребностями. Как рассказал президент Европейской организации помощи инвалидам Олег Дрюма, эти люди крайне нуждаются в специальных средствах гигиены. Люди с инвалидностью определенная категория имеет очень важные потребности в средствах личной гигиены. Это все, что касается взрослых памперсов, одноразовых пеленок и всяких их особенностей, которые необходимы. Это актуально важная вещь, потому что вещей гора, а того, что надо, как бы нету.